Всем доброе утро! Поздравляю с праздником, с Днём Логопеда и не только логопедов. Евгений чрезвычайно рад этому событию, потому что в рамках студии у него есть уникальная возможность прокачать свои речевые навыки. Меня зовут Алёна Чурилина и Евгений Чурилин. Корабли лавировали, лавировали, да и не вылавливали. Не получается. Поэтому, наверное, приглашу сюда нашего замечательного гостя, логопеда Елена Протасова, дорогие друзья. Доброе утро! Здравствуйте, Евгений. Как так вышло, что вы попали на телевидение? Как и все по счастливой случайности, я предлагаю пройти на наши желтые диванчики и пообщаться немного на тему логопедии. Отлично. Прошу вас. Елена Протасова, логопед высшей квалификационной категории, выпускница факультета специальное дефектологическое образование Новосибирского государственного педагогического университета. Автор собственных программ по развитию речи детей. Доброе утро! Здравствуйте! Рады встрече. Расскажите, пожалуйста, кто такой все-таки логопед? Это педагог или врач? На самом деле это смежная специфика, потому что мы не являемся врачами, я сразу могу сказать, что логопед – это не врач, но тем не менее мы обладаем достаточным количеством знаний, которые позволяют нам расшифровывать, допустим, показания невролога, заключения невролога. То есть это как-то связано должно быть? Это в любом случае связано, потому что все нарушения, в том числе и речи, идут от центральной нервной системы, а, соответственно, это у нас неврология. Понятно, что основная аудитория, с которой вы работаете – это дети. С какими проблемами приходится чаще всего сталкиваться у детей? Самое первое и, пожалуй, распространенное – это когда у ребенка нет речи. И, к сожалению, совсем, да. То есть ребенок разговаривает с звукокомплексами, либо в простонародье, так говорится, мычит, там ребенок «ммм» и показывает пальчиком. А возраст у детей какой? На своей практике я встречала разных детей, то есть от трех, и у меня один ребенок был из области Новосибирской, где ребенку было семь лет. Семь лет, и он мычал? Да. А с чем это связано? Почему возникают такие проблемы? Здесь очень много факторов, в том числе протекание беременности, протекание родов. Естественно, у нас постнатальное развитие, когда вот первый год, ну и, соответственно, и дальше развитие ребенка. А за развитие кто отвечает? Это родительская ответственность или все-таки базовый заклад? Слушайте, это, мне кажется, на эту тему можно говорить очень много. Я не тороплюсь. Да. На самом деле здесь важно понимать, что ответственность за развитие вашего ребенка все же несет родитель. Он несет ответственность, к какому логопеду пойти, когда к нему пойти, когда принять это решение. Потому что до 18 лет по законодательству Российской Федерации за ребенка принимает ответственность на родителей. Не зря мы подписываем всякие разные бумажки по поводу поставить прививку, не поставить, ваше согласие. То есть вы несете полную ответственность за вашего ребенка. Когда можно понять, какой год, что пора идти к логопеду, что есть какая-то проблема? На самом деле можно диагностировать своего ребенка, начиная уже до года. То есть есть условно-нормативные значения, когда, допустим, в 3 месяца ребенок начинает гулить, потом к 6 месяцам лепетать начинает, контакт глаз, когда ребенок вам в ответ улыбается, когда мамочка, папочка улыбается и видит вот эту ответную реакцию, на самом деле это уже является такой коммуникацией, которая закладывается на подсознательном уровне между родителем и ребенком. Хорошо, рассмотрим дальнейшую ситуацию, все нормально. Допустим, у нас ребенок уже разговаривает, но не так, как нужно. Во-первых, если мы говорим о появлении ребенка, часто в родильном доме мамочки слышат информацию о том, что у ребенка, допустим, короткая уздечка. Это как-то может повлиять на речь или это вообще никак не влияет? Спасибо за то, что вы мне задали этот вопрос, потому что я тот логопед, который против, чтобы резать уздечки. Объясню почему. Конечно, если действительно физиологический язык не поднимается, он действительно прирос, то есть уздечка достаточно коротенькая и язычок не поднимается, тогда действительно, да, это хирургическое вмешательство. Но наш язык такая же мышца, как и вот здесь. Мы можем ее накачать. Соответственно, с помощью специализированных упражнений, такие как артикуляционная гимнастика, мы можем накачать нашу мышцу даже в возрасте от одного года элементарно. Покажи язычок. Ребенок показал язычок, так или иначе у него уже начинает работать, начинают работать мышцы артикуляционного аппарата. Понятно. А есть какие-то специальные, не знаю, может быть, ну, если мы уж говорим о тренажерах, да, то есть тренажер, например, вытащи язык, засуни его обратно, может быть, там, не знаю, там, пирсинг, штанга, там, гантели, еще что-то для того, чтобы активно развивать? Ну, конечно, есть определенный комплекс артикуляционной гимнастики, которые направлены на общее развитие артикуляционного аппарата, в который у нас входят и губы, и язык, и на полость нашего рта. И есть специализированный комплекс упражнений, направленный на подготовку к постановке определенных групп звуков, например, шипящий, ши-жи-чи-щи. Вот, чтобы поставить, подготовить артикуляционный аппарат к постановке этих звуков, мы, соответственно, делаем упражнения для того, чтобы, ну, в общем, этот комплекс мы делаем. Понятно. Но он, на самом деле, достаточно простой, и можно ли делать его, например, в домашних условиях? Да. Ну, единственное, если у меня есть такая возможность на телевидении рассказать, как это делать правильно, я бы хотела уделить внимание одному из упражнений. Это лошадка какая-то, цокоть. Мы все любим цокоть. Вот, смотрите. Вот, да, кстати, классно. Пожалуйста, еще раз повторите. И вы. Вот вы делаете абсолютно неправильно. Почему? Потому что первое правило артикуляционной гимнастики – нижняя челюсть неподвижна. То есть, когда мы с вами делаем упражнение артикуляционная лошадка, мы фиксируем нижнюю челюсть так, чтобы она была неподвижна. Конечно, возможно, микродвижение, это очевидно. Нет, больше, наверное, подбалок все-таки. Смотрите, первое правило артикуляционной гимнастики – все упражнения делаются на улыбке. То есть, полностью, да, да. И второе – нижняя челюсть у нас неподвижна. По крайней мере, вот в этом упражнении. А с чем связано? Почему на улыбке? Ну, потому что, в принципе, русская речь построена на улыбке. Попробуйте сказать вот так вот, какая у вас будет речь. Ну, я встречал таких индивидуумов, которые так разговаривают. И еще и бороться нужно, чтобы улыбнулись. Ну, вообще, как бы русская речь у нас построена, русский алфавит построен на улыбке, чтобы мы говорили и четко проговаривали все звуки. А только буква «Ы». «Ы». Кстати, звук «Ы» очень сложный для ребенка, потому что нужно до такой степени напрячь мышцы «Ы». И корень языка у нас уходит назад. И у тех детей, у кого гипотонус, у кого язычок не в нормотонусе, то есть деткам сложно говорить этот звук. Гипотонус, нормотонус – что это? Есть такое понятие, как гипотонус, когда язычок слабоватый. И тогда мы можем наблюдать такое явление, как собака, сумка, зонт, сыска и так далее. Шипячие, да, вываливаются? Все шипеляются? Да. Ну, в основном, группа свистящих может, как вы сказали, вываливаться. Я в таких случаях всегда говорю, что нужно спрятать просто язычок, чтобы ребенок до конца понял меня. Вот. А нормотонус – это когда у нас язычок нормально передвигается между артикуляционными позициями. Так. И гипертонус, когда у нас язычок до такой степени напряжен, когда ребенок может вместо свистящих говорить, допустим, сумка, а он говорит шумка. То есть язык напряжен, что он не может его расслабить, потому что при свистящих у нас язычок расслаблен и упирается в нижние зубки. Ну, все, в принципе, достаточно просто и понятно. А буква Л? Вот, допустим, Р понятно. Бывают там нюансы, да, но я искренне считаю, что при двусторонней работе, то есть работе и логопеда, и дома, да, всех членов семьи, что это ошибка, то есть это выправляется. Во всех ли случаях, кстати, выправляется буква Р? Или бывает прям вот патология? Ну, почему выправляется? У всех? Ну, можно поставить звук. То есть здесь очень важно, чтобы родитель, который пришел к логопеду, проговорил это. И, конечно, все хотят сроки. Все приходят и говорят, ну, давайте нам за одно задание, занятие, сколько нам нужно, месяц, проходить два. На самом деле ни один логопед не скажет, сколько нужно, потому что строение нашего организма, строение нашего тела, строение нашей центральной нервной системы, оно настолько индивидуальное, и усвоение информации у нас у каждого свое, поэтому здесь по срокам я не могу ответить, но, мне кажется, ну, по крайней мере, все те клиенты, которые были у меня, за 8 лет их было достаточно много, у меня не было таких детей, которым бы я не смогла поставить звук «р». Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Точно. Согласна. Дорогие друзья, предлагаю вам не переключаться, сейчас будут новости от информационной службы 49-го канала, после которой вернемся сюда в студию и продолжим наше общение. Не переключайтесь. Доброе оранжевое утро, друзья, всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Всем здравствуйте, сегодня день логопеда, и разговариваем, соответственно, на логопедические темы. В студии Евгений Чурилин. Алена Чурилина. И напоминаю, наша гость Елена Протасова, логопед. Давайте продолжим. Мы разговаривали о том, что действительно помогает логопед, и при этом обязательно делать какие-то упражнения дома, то есть это родители тоже в том числе следят за этим, чтобы вся речь выправила, все было хорошо, грамотно и четко. И что буква «р» вообще не проблема, если очень захотеть ее произносить правильно, можно этому научиться. А буква «л» это вообще надуманная проблема или нет? Просто так детям удобнее или что это такое? Или просто мышцу надо посильнее потащить? Лошадь. Лошадь, да. На самом деле это типичная ситуация со звуком «л», как и со всеми остальными. Возможно, ребенку так стало удобно произносить, возможно, он у кого-то где-то услышал, либо в мультиках. Ну, то есть здесь как бы вариантов множество. Это такой же звук, который, кстати, является одним из самых легких по постановке. Легких? Например, попросить ребенка, сейчас мастер-класс по постановке звука «л», попросить ребенка широко улыбнуться, положить язычок на нижние зубы, выглядит это вот так, и говорить звук «а» и медленно прикрывать рот. Например, «л», 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 «л». Это не очень удобно, но это является одним из методов постановки звука «л». Конечно, вот такое «л» не является нормативным, но тем самым мы покажем ребенку, куда правильно ставить язык. Тарелочку главное поставить, чтобы кончик языка упал. Все, молодец, ты научился! Следующий вопрос. Дизлексия. Кстати, не самый популярный диагноз, но, наверное, лет вот 10-20 назад. Нет, хочешь, не хочешь, но он встречается. Да, в последнее время частый диагноз очень. Дети слышат звуки иначе, соответственно, и воспроизводят их по-другому. Тоже иначе, да. Как научить ребенка правильно произносить звуки, если он их слышит по-другому? Здесь немножко я размотаю клубочек, который вы сейчас завернули. Во-первых, дисграфия и дислексия были всегда, просто им не уделяли внимания. То есть, если ребенок неправильно пишет или неправильно читает, или зеркально, допустим, какие-то иероглифы делает, палочки пишет, то это, ну, просто раньше тому не уделяли внимания и пытались переучить. И очень часто думали, что вот, ну, значит, ребенок какой-то не такой. На самом деле все с ребенком нормально, просто дело. А в одном из факторов это фонематический слух. У нас с вами есть физический слух, когда я говорю, а вы меня ухом слышите. А есть фонематический слух, когда ухо услышало, и вот это идет переработка вашей информации, то, что доходит до вашего мозга. Но эту проблему решает логопед тоже? Да, конечно. А как работать с ребенком, если он слышит по-другому? Во-первых, если этот ребенок, давайте возьмем до 3-4 лет. Мое любимое упражнение и задание всем родителям. Берем от киндера сюрприза яички. Кладем туда, берем, допустим, давайте возьмем 6. В 2 кладем соль или сахар, то есть самая маленькая крупа. В следующую кладем, давайте, рис или гречку. И в третью кладем большую фасоль, чтобы по звучанию это были разные частоты. Когда мы соль, да, или там сахар, или манку даже, он один звук идет. Когда гречка шумит, тогда другой звук. Соответственно, с фасолью то же самое. И ребенку можно давать такие инструкции, найди одинаковые, что громче, что тише. И тем самым это идет закладка фонематического слуха, развитие его. Можно также, ну это уже более взрослые детки, папа, мама, баба. Почему? Потому что артикуляция у этих звуков одна. Вот если я вам скажу. Угадайте, какой я сейчас звук сказала. Вы не угадаете, потому что действительно звучание разное. Б, П, М. Артикуляция разная. Соответственно, то же самое можно, допустим, хлопнуть тихо, когда говорим па-па-па. И хлопнуть громко, и сказать ба-ба. Вот таким образом тоже можно давать и на физическом уровне, и на киноэстетическом, чтобы ребенок чувствовал, и на аудиальном, когда ребенок слышит. Хорошо. Да, давайте тогда перейдем, наверное, к проблемам взрослым. У взрослых тоже встречаются проблемы с речью, когда нужно идти к логопеду, да. Ну, на самом деле, взрослые, которые имеют нарушение речи, это те дети, которые не пришли к логопеду. Когда я была три, если, да. Да. Где-то проморгали. И сложнее выправляется это все, или наоборот легче? Все-таки с кем проще? Дети, взрослые? Смотрите, нельзя сказать, с кем легче, с кем проще. Разные особенности. С детьми. Детям сложнее ставятся звуки. Почему? Потому что ребенок, когда я говорю, допустим, давай поднимаем за альвеолы. То есть ребенок, как же альвеолы. Это что такое? Это где? А это вот у нас есть верхние зубки, выше идет вот эта ребристка, это альвеолы. Вот, здравствуйте, альвеолы. И когда я говорю взрослым, допустим, за верхние зубы к альвеолам, взрослый это быстро понимает. То есть со взрослым постановка звука идет намного быстрее, нежели с ребенком. Но автоматизация у ребенка идет намного быстрее, потому что тот же звук «р» возьмем, когда он начинает «мама, я рычу». И он начинает везде вставлять, не «мама», а «рара», не «папа», тоже «рара», не «машина», а «рмашина». Но при этом, когда взрослый переходит в автоматизацию звука «р», соответственно, ну не придешь на работу и не скажешь коллегам «здравствуйте», когда ты вчера говорил «здравствуйте». Вот, то есть здесь как бы такой момент «доброе оранжевое утро». Это у вас хорошо получается, вот за это нас и взяли. Давайте продолжим. Хорошо, а вот, например, какие в основном у взрослых встречаются проблемы? Ну понятно, они раньше не ходили к логопеду, да, когда были маленькие. Вот выросли они, стали, не знаю, успешными какими-то бизнесменами, им же, естественно, нужно как-то общаться, да, как-то ввести диалог, конференции и прочее. Какие частые проблемы встречаются у взрослых по логопедине? Шипячие, рычащие, какие? В основном это, конечно, звук «р», 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 «л», «ле». Это четыре звука, ну и бывает такое, что как бы тонус артикуляционного аппарата, что приходит и как бы такой серьезный дяденька. И как их расслаблять, ну в смысле убирать этот тонус? Ну, есть такое понятие, как логопедический массаж, есть визит к неврологу, если это не только. То есть мы должны понимать, что тонус не только на лице, да, где-то на языке, но, тем не менее, визит к неврологу очень важно не пропускать. Потому что, когда говоришь родителю или же взрослому, сходите к неврологу, что он нам поможет и как-то расслабит вас, да, тот же электрофорез может расслабить человека. А если такое, например, когда взрослый, да, приходит, такой, ну слушайте, я не могу там что-то выговаривать, либо там еще что-то делаю неправильно, и он понимает это прекрасно, вы у него спрашиваете, первый вопрос ваш какой к нему? То есть дергать или у вас глаз, да? Нет. Если он скажет, да, дергать, это не ко мне. Ну всегда, зачем вам это нужно в этом возрасте? Почему? Потому что очень много, когда ты пошел на этот тренд, и все такие, все, я блогер, и мне нужно там вести инстаграм, и я хочу четко говорить. Тем самым я выявляю мотивацию, потому что на самом деле это логопедия, это такой процесс, очень трудоемкий. Каждый день тебе нужно выполнять задания от логопеда. Как спортзал, только для языка. С другой стороны, иногда же действительно мило получается, когда какие-то звуки коверкаются, и ты так слушаешь со стороны, ну вроде там котик, да, там, слойник мой. Вот, как бы мягко так интересно перекатиться, но это же неправильно? Я не могу сказать, что это неправильно. Если человеку с этим хорошо живется, и его мировосприятие, что его воспринимают всем милым котиком, а не начальником взрослого мужчины, взрослой женщины, ну как бы это делало человек, а если он хочет быть милошимым. А вот если он понимает, что ему придется работать с речью, то есть это вокалисты, это речевики, это дикторы, к примеру, ведущие и прочие деятели, то надо заботиться о своей речи заранее. И еще у меня вопрос, заикание. Чья это проблема? Это все-таки логопедия или... Это совместная, и невролог, и логопед. Вот это связка, когда одно без другого не работает. Все, вот это самое главное. На этом мы будем прощаться. Мы поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. У нас сегодня Ирина Протасова, логопед. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся, но программа «Оранжевое утро» продолжается. Хорошего вам дня, говорите правильно и не бойтесь ходить к логопеду. Продолжение следует...